МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, с вами Rears. Мы продолжаем играть в Ark Survival Wolf. Сегодня я на сервере Aberration PvP нашего проекта. Сегодня я хочу приручить Каркиноса. И будем его томить сегодня пушкой. Посмотрим, что из этого выйдет. Золотая мамба. Помните? Я думаю, помните. Шикарный, шикарный дрейк. Вот так, кстати, он выглядит без седла. Оп. Такой желточек. У нас есть вот такой 80-го левела краб. И для начала я хочу проверить, как же он будет томиться теком. Потому что есть такая теория. Ну, и то, что даже теория поверья, так сказать, ходит, что можно там приручать животных теком. Сейчас все увидите. Ну вот давай как обычной пушкой, собственно, мы томим. Сюда ничего не случилось. А вот туда в жопу. Так, смотрим. Нет, не идет тайминг этой пушкой. Очень жаль. Тогда расчехляем дракона скалистого. И пробуем. Пойдем посмотрим. Что-нибудь вообще происходит. Нет, собака не хочет. Пойдем смотреть. Эй, гайз, говорит, у меня все найс. Ничего не попадаем. Ну, попробуем так. Нет, приручение не идет. Ну, давай, ради прикола. Просто этой штукой шмальнем по ним. Во. Вот теперь пошло. Да это и вообще без проблем. Смотри, куда не стрельнешь. Везде. Все хорошо. Ну, как видите, не получилось этого сделать. Пушка не томит, по крайней мере, крабов. От золотой мамбы урон идет по всей области. Скорее всего, из-за этого урон по крабу не проходит. Не проходит ему оглушение. А старый добрый баллист и все приручается. Но помимо баллисты у меня есть еще три пушки. И сейчас мы будем расставлять их. Пушки готовы. Краб начинает атаковать. И... Подожди, ты что, по пушкам что ли выпишь? Серьезно, ты мне пушку сейчас раздраконишь? Ни хрена ты хлопать с гарной. Ладушки, я понял. Нам нужно его захилить, чтобы приручить. ХП у него мало. Тысяча восемьсот, тыс трех тысяч. Левела он восьмидесятого больше пока что не нашел. Был еще сто пятнадцатый, но он пал смертью храбрых. Попробуем сначала вот с этой, наверное, пушки. Нужно здесь демолишнуть дверь. Демолишим. Все, проход открыт. Окей. Теперь нужно скормить ему что-нибудь. Если у вас нет под рукой трупов животных, то можно скормить самого себя. Как это делается? Ставим сначала всю базу на пассив. Скидываем все в дрейка. Все наше барахлишко. Светляка тоже. И ждем утро для начала. Окей, он начал бить. Ладно. Он пока... А, он сейчас пушку раздраконит. Нет, не бей, пожалуйста. Слишком близко я пушку поставил. Окей, моя ошибка, я понял. Давай, бей, 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 бей. Я слишком много хп закачал себе. Давай, добивай меня уже. Ну, лупи. Вот ты фраера. Надо ее подальше в следующий раз будет ставить. Вот куда-то вот сюда. Вот так. Чтобы отсюда можно было шмалять уже. Хотя, что там у тебя по хп? М? Две. Давай разульку в тебя зарядим. С этой блямбы. Оглушение ему всадило. Но он сдох. Ой, господи. Шикарно. Короче, как я понял, нам нужен краб. Примерно, ну, больше двух с половой тысяч жизней. Если бы я немножко подождал, может быть, он выжил. И с одной бы выстрела сдох. Там прям что-то так четко в голову ему прилетело. Надо будет на повторе глянуть. Но вот 15-го левела явно не выживет. Его пока трогать не будем. Убьем на обратном пути, когда пойдем в ту сторону. А сейчас пойдем пока в эту сторону. Посмотрим еще крабов. Может, какого-нибудь удастся найти. Да, это шляпа 10-го левела какая-то попадается только. Нашел, нашел, нашел 140-го. Все, хорош. Хватаем его. Блин, ты какой-то красный весь. Надеюсь, ты меня не схватишь. Сейчас пойдем за мной. Давай, 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 друг. Не отвлекайся, не отвлекайся. Идиот, хорош. Сейчас мы его там захилим побыстренько. Короче, нужно ему трешку жизни, чтобы точно его приручить. И я наде буду надеяться, что с одного выстрела он упадет. Сейчас посмотрим сразу, сколько торпора. И как будет вообще идти это приручение. Один ей выстрел нужен или два будет выстрела. Идешь? Пойдем, 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 пойдем. Но Дрейк шикарный, шикарный получился. Ставь лайк, если Дрейк понравился. Если тоже хочешь себе золотую мамбу. А это окраска у него такая, красная. Вот это интересно уже. Давай, чуть-чуть тебя куснем. Пойдем. Сейчас, смотри, как мы это будем делать. Это максимально профессионально. Максимально профессиональный подход. Цени. Переагриваем его на себя, чтобы наверняка он на нас загрелся. Разворачиваем его. Чтоб он пошел именно сюда. Прыгаем. И застреваем, судя по всему, да? Да. Максимально профессиональный подход. Ну ты понял, да? Типа юмор такой. Шутеечка за 300. А теперь нужно его вывести вот сюда. Иди сюда. Ну отпусти. Оп. Запечатал. Нет, 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 нет. Ну ты Алексей Петрович, а? Иди сюда. Стой, 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 стой здесь. Фух, ну все. Так, смотрим. Что там у него по хп? 6 тысяч. 6 тысяч торпора нужно ему всадить, да? Окей. Проворачиваем наш бизнес-план. Вот как-то вот так. Загрузил. Ждем, когда он сюда подойдет. Если ему попасть в ногу, то будет печально все. Ты дурной, нет? Я не то нажал, так и дел дверь закрыл. Загрузил. Собака. Твою мать. Теперь его отхиливать. Ай. Господи, ты еще и пушку мне сломал, да? Сейчас ты что дамажишь? Эту что ли пушку? Серьезно? Вообще нихера не видно, где он там. Не, я его убью так. Хотя пойдем посмотрим, что получилось из-за того. О да. Нет, ни хрена не получилось. Ладно, хилим этого фраера, я пока пойду к пушке переставлю. Вот как раз продемонстрирую вам, как можно его быстро захилить. Если у вас нет под рукой мяса никакого, просто вот подходишь под него. Желательно еще каким-то чудом сдохнуть. Пойду ему помогу гнили с кавой. Просаживаем себя. Максимально. Ну, так, хватит. Сейчас постепенно будет кп понижаться. Давай, 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 давай. Ты достал, я сейчас сдохну, ты мне так и не сожрешь. Есть. Давай, давай, сожрай. Сейчас тебе поможем, не переживай. Смотрим. Ну, другое дело. Давай, давай, давай. Вот это место тебе понравилось, смотрю. Добивай. Вот так поближе подойду. Давай, давай. Ой, красиво. Кушай. Пойдем посмотрим, сколько у тебя хп. Ну, давай, я тебя пожалуй на фунт захилю. Маловато. Подожди, я больше не хилится? Не, хилится. Хорош, нормально. Я пошел пока пушечкой расставлю. Возьмем ядро, попробуем. Для начала его нужно выставить. Давай вот сюда. Поворачивайся. Ну, ты что, обиделся, что ли? Ты достал, не обижайся. В шары тебе прям. Собака, а? Не, надо повыше тогда. Так, приручение пошло. Нет? Серьезно, что, собред? Ой, господи. Как эта хрень работает вообще? Окей, протестируем эту пушку. Пока он смотрит прям на нас. Ну, что, пошло, не пошло, оглушение. Да ты шутишь. Давай попробуем еще раз. Я тебя захилил вроде. Иди сюда, вот так вот встань. Стой здесь. Стой, 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 стой. Давай повыше попробуем стрельнуть. О, да. О, е. Ну, это не приручение. Нет. Я сдаюсь. Нет, шучу. Не сдаюсь. Так, ну давай. А мы с тобой, мой дорогой друг, как-то должны победить его. Как-то должны его приручить. Как-то же он томится же все же. Все же должен же как-то он приручаться. Пушка именно. У того же было полностью оглушение у нас. Может, слишком далеко пушку поставил? Может, в этом проблема? Может, надо именно сверху вниз стрелять? Снизу вверх, точнее. Как у нас было тогда. В Википедии написано, что когда мы стреляем с пушкой, если мы попадем по ногам, то будет ему урон, короче, идти. Хороший такой. И все на смарку. Все ваши старания будут на смарку, сударей. Прям так и написано. Сударь, уважаемый, снимаю шляпу. Было жопа, жопа, жопа у него там. Давай. Да идиоты нахрен, а. Хельси, короче. Не хочется так просто оставлять этого краба, поэтому я сейчас попробую одну схему. Видите, вот эту вот пушку, которая стоит у нас здесь. Давайте гамму включим. Вот такая вот пушечка стоит наверху. По такому же принципу сейчас поставим и вот эту пушку. Сделаем еще одну. Черт бы ее драл. Поехали. Ну, допустим, как-то так будет стоять пушка. Смотрим траекторию. Она полетит вот так, 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 и как раз в него сразу же. Проверяем хп этого красавчика. Хп у него мало, на один выстрел. А у сына маминой подруги получилось бы с первого раза мне его приручить. Не так винтовкой. Пойдем попробуем у него 4 400. Разок шмальнем. Можете получиться из этого. Ничего не обещаю. Как обычно. Вы сами знали, на что идете. Ну, давай пробуем. Смотри, сейчас только начну пушку разворачивать в его сторону. Он сразу оттуда уйдет. Видишь? Ой. По-моему, ничего не получилось. Да, я был, брат. Ничего не получилось. Идеально. Да. Я манал. Наконец-то это свершилось. Короче, надо стрелять в спину. Ну че, как тебе такой, Илон Маск? Эх, у меня получилось. Наконец-то у меня это получилось. Он с одного выстрела, 140-й краб, с одного выстрела пал. А чтобы ролик не был таким коротким, потому что я думал, он будет коротеньким, давайте протестируем замечательную пушку. Рельсотрон. Которая открывается за убийство Альфа Роквелла. Прочитаем для начала описание. Потребляет элемент, позволяет видеть и стрелять сквозь стены, и твердые поверхности. Также имеет дополнительный тепловизор. Ну и, собственно, требуется, соответственно, на Энграмма для этого. Что он делает? У него есть тепловизор. Вот выглядит он таким образом. Видим, да? Подсвечивает всех животных. Нажимаем на Н, и включается рентген. Видишь, Лена? Вот она стоит. А так ее нет. Она в доме. И смотри, что она делает. Она стреляет сквозь стены. Чувак, она стреляет сквозь стены. Она реально стреляет сквозь стены. Она реально это делает. Радиус, правда, у него не такой уж большой, но... Блин. Дайте, че? Че? Как бы предупредили. Угу. Крафтится эта пушка не так уж и много требует. 450 полимера. 120 металлов всего лишь. 55 жемчуга. 20 элементов. Стоит 120 красного самоцвета. Ну и 525 газа. Газ это вообще не проблема. На операции. Крафтится. И знаете, сколько я уже раз с нее стрелял? Ну раз 20, наверное, точно. Всего лишь 12 показателей прочности снятого пушки. А стреляла с ней дохренища. Она тем более золотая у меня. Крутая такая. Ну это жесть. Это реально жесть. Ну правда, когда вы смотрите в прицел, то у вас расходуется элемент. Но пушечка огонь. Если у вас рейдит, то у вас есть такая пушка. Вы сидите просто в доме и отстреливаете этих чуваков, которые вас рейдят. Зажал такой и шмаляешь по ним в разные стороны. И все. Все хорошо. Ну так же они, по-моему, могут, конечно же, шмалять. Ну что поделать. Это жесть. Она не дамажит структуры. Она убивает чисто животных и людей. Вот ее, собственно, предназначение. Какое в этом мире? Арк Сурвайвл Эвальве. Все дела. Краб томится. У него 195 урона. А по статкам он, кстати, так себе. Вот реально так себе по статкам. Ну ладно, приручим, посмотрим. Зато раскраска интересна. Красный. Придумывайте имя для краба. А на сегодня предлагаю завершить этот выпуск. Ну еще хотелось бы дополнить немножечко про тег. Тег костюм не защитит вас от грибов, от споров. Живите с этим. С вами был Рирс. Не забывайте подписаться на канал и поставить колокольчик, если хотите быть в курсе событий. И всегда получать уведомления, когда выходит новый ролик. Поддерживайте лайком или дизлайком. В зависимости от того, понравилось или не понравилось вам эта серия. Всем счастливо. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok